В продолжение темы о результатах нашей совместной работы мы поговорим с руководителем приюта для животных Ласка Софьей Куликовой. Здравствуйте. Здравствуйте. Нашему проекту в добрые руки исполняется год. Собак берут, но не так охотно, как мы хотели. Тем более сейчас. Почему? В чем причина, на ваш взгляд? Действительно, животных забирают и в том числе хочется сказать спасибо этому проекту, потому что ощущается шквал звонков после каждого выхода передачи. Прямо сразу начинает телефон звонить, и люди приходят, смотрят, иногда забирают не тех, кого показывали, а кого-то другого выбирают. Но, несмотря на это, количество животных только увеличивается. Очень большой процент поступающих животных с проблемами, то есть сбила машина или какая-то беда приключилась, что-то там поиздевались или еще что-то. Ну и продолжается та негативная тенденция, с которой мы всякими методами боремся, но пока не можем никак побороть. Это подкидывание животных. К сожалению, очень много подкидывают щенков, очень много в том числе и как-то подкидывают, привязывают взрослых собак. Хочется обратиться очередной раз к жителям города, что подкинуть животное, это как бы не оказать ему помощь, это ему не помочь. И чаще всего это заканчивается печально в его судьбе. Я знаю, что в свое время вы мечтали расширить площади приюта, обращались за помощью, занимались благоустройством и сейчас продолжаете заниматься. Кто-то вам помогает в данном вопросе или все только своими силами? Мы всегда стараемся благоустроить и продолжаем эту работу уже с начала основания нашего приюта. В прошлом году за счет гранта муниципального мы обустроили карантинную зону. В этом году за счет губернаторского гранта мы там планируем построить вольеры. Вот мы грант сейчас выиграли и началась уже работа по строительству вольеров. Вот. Кроме того, мы также обустраиваем летний вольер для кошек. И кроме этого, кстати, у нас сейчас идет благоустройство при дворовой части небольшой, это тоже за счет гранта городского. Мы там беседочку делаем, газончики тоже, чтобы все было красиво и приятно туда приходить. Вот сейчас лето, школьные каникулы и каждый раз, когда мы приезжаем в приют, видим достаточно много девчонок. Обычные школьницы и девчонки сетуют о том, что рук-то не хватает. Собак надо помыть, покормить, выгулить, желательно и дрессурой заняться. Волонтеры охотно к вам идут? Девчонки большие молодцы, они действительно оказывают колоссальную помощь, причем прежде всего непосредственно собакам, с которыми они занимаются, которых они социализируют, которых они дрессируют, которых они учат общаться с человеком. Естественно, чем воспитаннее, чем контактнее будет это животное, тем больше шансов, что оно приглянется человеку, который захочет взять семью. Вообще в целом норма в питомнике, например, 7 собак на человека, а у нас получается их 200. Вот, соответственно, сколько единомоментно должно людей находиться, чтобы дать им должный уход. Поэтому мы всегда призываем, обращаемся к людям, если есть свободное время, если есть желание и возможности приезжать, помогать. Многие думают, ой, чем я могу помочь, вроде как, ну не знаю, у меня нет возможности, там как-то финансово или еще как-то. Мы всегда апеллируем к тому, что нам помощь-то руками нужна. Большинство собак в вашем приюте беспородные, потому что если встречается собака чистых кровей, то ее буквально после выхода в эфир нашего сюжета ее тут же забирают. Тем не менее, все эти собаки показывают отличные результаты на всевозможных соревнованиях. Как ближайшие планы какие? 16 августа, кстати, это Международный день защиты бездомных животных, в парке Орликино пройдет док-шоу «Я и моя собака». Док-шоу уже пройдет у нас в четвертый раз, четвертый год мы его проводим. Вот, это мероприятие таких развлекательных конкурсов, и мы приглашаем всех владельцев собак, можно прийти там поучаствовать, и вход, и участие абсолютно бесплатно. Вот, и, конечно же, там будут представлены собаки из приюта, которых приведут их кураторы, как раз девчонки из кинологического кружка, и они там в том числе во всей красе покажут и наших животных, то, что они умны, сообразительны, вот, и тоже достойны жить в семье счастливо и приносить радость своим хозяевам. Спасибо вам за встречу. О результатах совместной работы проекта «В добрые руки» мы говорили с руководителем приюта для животных «Ласка» Софьей Куликовой.